Привет, друзья! Что-то мы с вами давненько не делали мясных деликатесов. Давайте сегодня приготовим с вами окорок. Многие задумались, что будем сразу делать целую ногу свиньи. Нет, ребята, целую ногу свиньи мы не скушаем. Мы с вами сделаем просто кусочек. Следующий вопрос. Чувствую, что многие зададут в комментариях. Как же так? Маленький кусочек и вы называете это окороком. Это скорее всего ветчина. Ну, сложный вопрос. Вы знаете, что такое ветчина? Понятие ветчина это крупные кусочки мяса без косточки, сформированные в единый кусок. По сути ветчина это искусственно приготовленный мясопродукт. Больше он относится к колбасам. Вы же когда покупаете ветчину на срезе, вы видите, что различные кусочки мяса, да, и они соединены эмульсией, колбасной эмульсией. Вот это и называется ветчина. Но если вы используете цельный кусок мяса, вот как вот здесь, да, допустим, у меня в среднем полтора килограмма целого куска мяса из ноги свиньи, из окорока. Как это называется? Окорок или ветчина? Как нам его приготовить? Он у нас с вами будет варено-копченый. Для того, чтобы сделать варено-копченый деликатес мясной, используйте два процента соли на один килограмм сырья, на один килограмм мяса. Я лично использую всегда еще один процент сахара. Итак, я беру два процента соли на вес мяса, который у меня здесь представлен. Это кусок ноги, окорок. Я делю половину на половину. Один процент у меня будет обычная морская соль или же поваренная и один процент нитритно-натриевая смесь. Именно она дает нам тот самый правильный вкус и цвет. Вот у меня обычная соль и нитритная. Я их соединяю. Вот это у меня один процент сахара. Я всегда стараюсь использовать вкусный сахар, например, вот тростниковый. Соединяем. Все смешали. Вот у нас с вами получается посолочная смесь. Кстати, это классический вариант посола и для рыбы. Точно так же мы с вами берем две части соли и одну часть сахара. Всегда получается очень вкусно, потому что сахар и соль, они балансируют друг друга и усиливают вкус. Наши рецепторы воспринимают это очень активно. Именно белковую составляющую часть, сахар и соль, они дают вот этот буст. Хорошо. Значит, половину этой смеси все смешали. Сегодня мы с вами будем колоть наше мясо. Кусок достаточно толстый. В предыдущих своих видео мы с вами не кололи мясо. В этот раз придется для того, чтобы у нас с вами получился ровный посол, ровный вкус и ровный цвет. Если у вас нету, приобретите себе вот такой шприц мясницкий. Видите, как он устроен? Дырочка здесь, дырочка здесь. То есть это говорит о том, что когда вы вкалываете его в мясо, то ваш рассол расходится в разные стороны. Плюс он достаточно объемный, удобный, за ним и хорошо ухаживать. Он, видите, как лежит отлично в руке. В Алиэкспресс он стоит буквально 2-3 доллара. Обязательно его купите и будете готовить свои мясные деликатесы и у вас все получится. Берем наше мясо со всех сторон. Чуть-чуть вот помассировали и, в принципе, достаточно. Пару-тройки минут. Для нашего маринада понадобится буквально 1 4 чайной ложечки чили, 1 4 чайной ложечки черного перца, 2-3 лавровых листа, 3-4 зубца свежего чеснока. Наш маринад будет частично мокрый, частично сухой. Мы не будем его делать в классическом варианте традиционных окороков. В основном окорки вымачиваются в рассоле. У нас будет упрощенный вариант. Добавляем чесночок, набираем рассол и колем мясо. Шприц воткнули до самого конца и выдавливаете рассол и при этом шприц вытаскиваете, так чтобы рассол равномерно распределился по ткани мяса. Через каждый буквально сантиметр. Например, некоторые могут сказать, ой, ты пересолишь мясо. Нет, мясо мы не пересолим, у нас всего лишь 2 процента соли. Как бы я его не колол и не шпиговал рассолом, вкус мяса не будет пересоленым. Не переживайте. Прекрасно. Все, что осталось, смело выливаем к нашему мясу. Хорошо, видите, как хорошо смотрится. Ой-ой-ой, уже запах пошел. Прекрасно. Запах чеснока, перца. Мясо мы засолили, закрываете крышечкой, ставите сегодняшнее число. Мы с вами будем солить ровно трое суток. Ставите мясо в прохладное место. Можете поставить в холодильник или же на балкон, потому что у нас сейчас зимнее время. В любом случае оно должно стоять в прохладном месте. Каждые сутки мясо переворачивайте и слегка массируйте. Ни в коем случае не оставляйте мясо вот одной стороной в маринаде. У вас получится одна сторона очень хорошо пересоленая, другая сторона будет менее соленая. Поэтому для того, чтобы добиться равномерного вкуса, каждый день мы массируем. Перевернули, помассировали, оставили. Сутки прошли, перевернули, помассировали, оставили. Через три дня мы с вами встретимся и продолжим с ней работать. Ну, ребятки, у меня прошло три дня. Вот видите, все записал, когда начал. Даже время так, чтобы мое мяско выглядело отлично и хорошо посолилось. Запах просто невероятный, просто невероятный. Убираем из маринада. Маринад нам больше не понадобится. Пришло время помыть мясо, но опять же я противник мытья в воде. Я буду мыть в полусладком вьяне. Молдавское вино, оно недорогое, но очень приятное на вкус. Смываем наш маринад и специи. Помассировали. В принципе, вымывать все это нет необходимости. Я намеренно использую вино ароматное, молдавское, но это может быть любое другое вино. Кстати, будет очень хорошо здесь звучать мускатное вино. Давайте сейчас подготовим специи, в которых мы обваляем наш кусочек мяса. И именно они дадут окончательный вкус. Сухой чеснок. В среднем 2 столовых ложки. Чеснока много не бывает. 1,4 чайной ложки черный перец. 1,4 чили. Чили используйте не острый. Помните, я вам говорил, есть такое понятие как mild. Mild это значит средней остроты. Вот для нас, для европейцев, средней остроты чили в самый раз. Сухой тимьян. Тоже чайная ложечка. Кардамон. Много не надо. Совсем немножко. Буквально 1,4 чайной ложечки. Он даст прекрасный оттенок, но когда кардамона много, он чрезмерно дает, скажем так, кислинку и пряность. Когда вы добавляете немножко кардамона, всегда мясопродукты, колбасы, особенно вот молочные колбасы, типа мартаделла или же вот наша докторская, они всегда имеют невероятный аромат и вкус. И вот это, знаете, почти вкусе приятное. Сухой лук. Столовую, даже 2 столовые ложки. Не надо жалеть. Чайная ложечка майоран. Всю эту историю смешали. Как вы уже, видимо, заметили, я обожаю специи и очень их часто использую. Я все время экспериментирую и ищу тот самый уникальный вкус сочетания различных специй. Конечно, я вам тоже рекомендую это делать. Покупайте специи различные, изучайте, развивайтесь в этом направлении. Кулинария это творчество. Готово. В сторонку. Знаете, что это такое? Это целлюлозная пленка. Натуральная целлюлозная пленка. Она не пластиковая. С помощью этой пленки вы сможете делать невероятное количество и разнообразие мясных деликатесов. Главное ее преимущество, что она считается натуральной, потому что она делается на основе вискозы. А вискоза изготавливается из хлопка и древесины. Также целлофановая пленка, она имеет способность пропускать пар, температуру и дым, что делает ее незаменимым во время копчения. То есть, даже когда наш продукт, наша колбаска завернута в целлофановую пленку, дымок проникает через эту пленочку и дает прекрасный вкус и цвет. Вы знаете, я использую в основном два вида оболочек. Вот первая целлофановую пленку для изготовления, например, молочных колбас или вот окора, как мы сегодня будем делать. Также я использую натуральную оболочку, это черева. Это может быть свиная или говяжья черева. На основе черевы я делаю сыровяленые различные колбасы. Давайте продолжим. Заворачиваем крепко. Целлофан нет необходимости замачивать, он используется сухой. Я, как правило, использую 3-4 слоя целлофана для того, чтобы он хорошо держал наш кусочек мяса. Ну вот, вот так вот она будет у нас сформирована. Делаем мясницкий узел. Я замотал окорок. Теперь наша задача оставить его оттепливаться. То есть мы должны его оставить при комнатной температуре минимум 7-10 часов. Температура в куске мяса должна быть не ниже плюс 16 градусов. Если поднимется выше, это не проблема. Зачем нам это нужно? Для того, чтобы не терить натрия, очень хорошо прореагировало с белком мясо и дал правильный цвет и вкус. Итак, у меня прошло 10 часов. Посмотрите, как выглядит наше мясо. У него прекрасный красный цвет. Это говорит о том, что нитрит натрия прореагировал с белком мяса и наше мясо готово для термической обработки. Мы будем готовить окорок по классической схеме. Обсушка, обжарка, варка. Воспользуйтесь обязательно кухонным термометром, потому что без кухонного термометра на глаз приготовить окорок это практически нереально. Вы или пересушите мясо, или же ваше мясо будет сырым. Поэтому не нужно начинать готовить окорок, если у вас нет нитритной соли и нет термометра. Все это предварительно купите в Алиэкспресс. Это все стоит недорого. Целлофановую пленку. И после этого приготовьте этот прекрасный продукт. Вставляем щуп, наш термометр, в центр куска мяса. Вот так вот до самого конца. Вот у меня внутри куска 19 градусов тепла. Это прекрасная температура. Я выставляю 35 градусов. Наша первичная целевая температура процесса обсушки. Ну, дальнейшую хронологию вы уже знаете. Отправляем в духовку. У меня прошло 3,5 часа. Итак, наш окорок готов. Вот смотрите-ка. Наша целевая температура 70 градусов, во время отдыха еще поднялось на 1 градус, 71. Все готово. Вот посмотрите, какая красота. Да. Замечательный, плотненький, красивый. Аромат пробивается аж через целлофановую пленочку. В принципе, наш окорок готов. Если у вас нет коптилки, конечно, больше с ним делать уже ничего не нужно. Сейчас просто повесьте его отдохнуть при комнатной температуре, так, чтобы он остыл. Затем замотайте его в пергаментную бумагу и отправляйте в холодильник. До следующего утра. И уже на следующий день, когда окончательно окорок остынет, все соки разойдутся по тканям мяса, он будет невероятно ароматный, сочный, нежный и вкусный. Но мы будем, как говорится, идти к намеченному плану. Через 4-5 часов, как только он будет уже приемлемой температуры, ну, комнатной температуры, скажем так, мы сразу начнем его коптить. Ах, какой аромат! Копчу я на ольхе, ребятки. Ну, друзья, наша эпопея подходит к завершению. Коптил я 5 часов. Сейчас мы закрываем, заматываем в пергаментную бумагу и отправляем в холодильник. Нам нужно, чтобы дымок, все соки, все самое вкусное и ароматное в этих наших травушках разошлось по тканям мяса и максимально выдало вот тот самый вкус, который мы и хотим. Та-дам! Пришло время пробовать наш окорок. У меня прошло 24 часа. Ну что, давайте посмотрим. Так, ну, отлично. Цвет стал более интенсивный. Ну, раз чудесно. Просто красотища. Обратите внимание, какой он сочный. Не пересушенный. Нежный, мягкий. Прекрасно пахнет. Такой, знаете, вкус специй, дымка. Вот этот запах бекона. И тоненько нарезаем. Мясо постное. Для тех, кто не любит жирное, это в самый раз. Для ваших детишек это будет идеально, потому что нет практически ничего лишнего. Соли умеренно. Наша единственная ешка, это наш нитрит натрия. Но его здесь ничтожно мало. Абсолютно безопасный продукт. Абсолютно. Ну, просто невероятный вкус. Соль. Просто золотая середина. Специи. Вкус дымка. Я вам скажу честно. Вкуснее окорока я еще не пробовал. Когда вот делаешь сам, соблюдая все нюансы, технологии, приготовления, получается просто невероятный вкус. Невероятный. Ребята, как вы видите, это готовится все просто, не сложно. Если у вас нету коптилки, не проблема, не надо коптить. Просто засолили с нитритной солью и обычной. Приготовили, выдержали, высушили. Ну, в общем, вы видели всю нашу технологию приготовления этого окорока. И все. Наслаждайтесь прекрасным, вкуснейшим продуктами. Продолжение следует. Это моя идея, каким образом вы могли бы его сервировать и подать на свой праздничный стол. Надеюсь, наше сегодняшнее видео вам было интересно, полезно. Вы чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok